Продолжение следует... Продолжение следует... Поступлениями Руслан настраивает себя на успех. Ну, я настраиваюсь, что я все преодолею. Со скрипкой я договариваюсь. Я говорю ей, я тебя не подведу, и ты не подведи меня. Мальчик растет в музыкальной семье. Старший брат Руслана играет на гитаре, а его отец – известный скрипач. Ну, какие-то неплохие данные, ну, раз я говорю, хорошие данные. Но все в итоге упирается, конечно, в тропотливую работу. В свои неполные 12 Руслан победитель многочисленных конкурсов юных скрипачей. В том числе таких престижных, как 10-й телевизионный конкурс юных музыкантов «Челкунчик», 4-й международный конкурс юных исполнителей, который проходил в городе Черво в Италии. Музыковец Светлана Викторовна Виноградова считает, что Руслан может стать серьезным и любимым людьми музыкантом. Он предан музыке, предан инструменту, и спасибо его отцу, который его уже научил не лгать и не красоваться, когда он играет. Когда мальчику было 9 лет, сбылась его заветная мечта – сыграть с симфоническим оркестром. С самого начала выучил три части концерта «Вивальди», а потом появилась идея сыграть с симфоническим оркестром. Но энтузиазм молодого таланта на этом не заканчивается. Руслан хочет освоить мастерство игры на фортепиано и гитаре. Мальчик очень любит природу и животных. В свободное время любит читать книги о любимых кумирах. Никола Паганини – образец подражания для мальчика. Мечта Руслана – стать таким же известным на весь мир скрипачом. Мальчик трудолюбив, а упорным трудом, несомненно, можно достичь хороших результатов. Аня Решетникова, Женя Еремин. Видео новости Бумеранг.